Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас сердечно в этот день. Перед нашей молитвой мы поразмышляем над одной темой. Мы живем в насыщенном таком 2020 году, много новостей и неприятных новостей в том числе, и предстоящие выборы, все это хочется в этом, всем хочется поступать мудро, спокойно, вот как пелось в этой песне. Я хочу, чтобы мы в начале нашего размышления открыли первое послание Коринфинов и поговорили о силе Божией. И первое послание Коринфинов во второй главе апостол Павел интересно пишет Коринфской церкви. До этого в первой главе он говорил, он закончил первую главу словами, что хвалящийся хвались Господом. И дальше он пишет. Интересно написал апостол Павел. И вот интересно, что свидетельство Божие в других переводах еще пишется, что он тайну Божию открыл, проповедует, рассказывает тайну Божию не в превосходстве слова или мудрости. И дальше он пишет, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. И если размышляя над этими словами, размышляя над этими словами, можно представить такую картину. Апостол Павел подчеркивает, что очень важно, чтобы основание нашей веры, как веры Коринфян, говорит, что нужно, чтобы основание вашей веры было на силе Божьей. То есть упование на силу Божьей, а не на мудрость человеческой. На то время очень была распространена греческая мысль и переработанная греческая, латинская, римская такая философия, очень сложная, очень интересная, очень влиятельная. И он говорил, что не на этом я мог бы сказать, я мог бы убедить, но я в немощи был, чтобы показать, что я надеюсь на силу Божью. И дальше он пишет, мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего проходящего. Вначале он подчеркнул, что мудрость эту мы зрелым христианам проповедуем, зрелым людям, которые поняли, которые вкусили, как благ Господь, а не мудрость века сего. То есть то, что принято в нашем мире, и традиции, и гуманизм, или какие-то добрые дела, основанные на мудрости человеческой, или на власти. Но власть, он говорит, это она ограничена. Как бы ни было силой этой власти, она все равно ограничена. Дальше он пишет, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. И вот он подчеркивает, что вот эта премудрость Божия, тайная, сокровенная, сокрытая для нас, как бы сохраненная для нас, это особая ценность, наибольшая ценность имеет. И дальше мы помним такое место, как Иисус говорил в Матфея 13 главе 16 стихом. Он говорит, ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Вот тому, что говорил Иисус, хотели приникнуть и ангелы, и пророки мечтали узнать более полно, как бы глубоко эти мысли. И Иисус говорит в том числе и нам, как ученикам в том время, что наши блаженные очи, что видят, что понимают вот эту тайну. И получается, когда апостол Павел писал Коринфской церкви, он говорил, что вот основание веры, если оно основано на мудрости и силе Божией, тогда в нашей жизни эта сила Божия будет проявляться, в какой бы ситуации мы ни находились. И вот дальше мы будем читать 8 стих этой же главы 2, опять о мудрости. «Которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Он говорит непосредственно о властях того времени, которые не приняли Иисуса Христа. Но можно сказать, что эта же тема, это же описание «никто из властей века сего не познал» можно и отнести к нашему времени. То есть тоже распинается Христос в пренебрежении Христос. И вот получается, если рассмотреть так эту картину земной мудрости, ведь земная мудрость, мы будем говорить, она основана на какой-то философии, на психологии тоже, которая столетиями складывалась, на научных исследованиях, на гуманизме, на доброте, даже жертвенность может в этой человеческой мудрости. Но настоящая картина земной мудрости – это в основном деньги и власть, которые взаимосвязаны. Деньги, власть влияют на деньги, то есть большие такие вливания. И в конце концов эта мудрость сводится к блуду, зависимости от наркотиков, алкоголизму, к чему угодно. И разные зависимости бывают, психологические зависимости, фобии. Вот к этому она связана на самом деле. Как бы красиво это ни звучало, как бы мудро или с какой-то научным основанием не была мудрость этого мира. Но надо сказать, что мудрость этого мира, она оказывает влияние. И более того, она требует подчинения от всех людей. И получается, что на человека влияет сила денег, сила власти. И он, в конце концов, под влияние этого такого влияния, он подчиняется ценностям этого мира. И об этом апостол Павел и пишет, что вот если в основании нашей веры сила Божия, если мы не надеемся на какую-то мудрость Божию, не заигрываем с миром, то у нас выстраивается четкая граница между силой денег, властью денег, к подчинениям, ценностям мира и ценностям, которые дает Христос. И дальше он пишет, но как написано, «Не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Он цитирует Исаию, и здесь он говорит, «Вот эта сила Божья, вот эта приготовленная, сокровенная, она имеет большую силу и большее влияние, чем видимая, значимая сила денег, сила власти и ценностей этого мира». И дальше он пишет, «А нам Бог открыл это Духом Святым». У нас такое преимущество есть. «Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с душевное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Вот интересно, мы говорили, что вот если человек живет без Бога, то есть по мудрости человеческой, но он добрый, жертвенный, честный, неравнодушный, то все равно он находится в подчинении ценностям этого мира, если он без Бога. То есть вот такая картина, все влияет на него, и без Бога обязательно следует подчинение ценностям этого мира. Он может быть против гомосексуальных браков, но в другом мир его все равно захватит. И вот в конце этой главы апостол Павел пишет, «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». И вот эта привилегия дает нам возможность разграничивать четко, вот такой зрелый подход к ценностям мира подводить, что это не мое. Я противостою не потому, что я подготовлен, я особо зрелый, а потому что моя вера основана на силе Божией, и все это не влияет на меня. И вот интересно, еще в первой главе апостол Павел писал тоже, подчеркивая важность этой темы, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». И еще дальше, то есть вот эту взаимосвязь, сила Божия, основание веры, мудрость Божия. И еще есть одно место, интересно, в Римлянам, в восьмой, кажется, главе, когда говорится тоже на силу. Вот мы уповаем на все, преодолеваем силу и возлюбившего нас. И причем апостол Павел это говорит не в общем, он не говорит, что все мы в жизни, какие-то, может, неурядицы, мы преодолеваем силу и возлюбившего нас. Он говорит, нет, до этого в предыдущем стихе он говорит, нас почитают как овец, ведущих на заклание. Мы ничто, мы вот как овцы, которые можно просто зарезать, но все вот это, вот это состояние, вот это все ополчение против нас, мы преодолеваем силой возлюбившего нас. И вот в этом наше основание. И я хочу нам пожелать, чтобы мы во всем всегда вот это помнили, что основание нашей веры, она основывается на мудрости Божией и силы Божьей. И тогда сила Божия будет проявляться в нашей жизни. Аминь. Господи, благодарим Тебя и славим Божьим за все, что Ты даешь в нашей жизни, Господь. И мы благодарны за то, что Ты посылаешь спокойствие даже в каких-то сложных ситуациях, в смутное время, Господь. Этого времени было много за всю историю человечества, Господь, но Ты всегда был, Ты всегда посылал свои назидания, Господь. Благодарим Тебя. И дай нам во всем всегда уповать на Тебя, Божия, чтобы наша вера основывалась на силе Божьей, на силе Твоей, Господь, на мудрости Твоей. Благослови каждого из нас, кто находится сейчас в церкви или кто по домам, Господь. Пошли эти благословения. И это правильное упование на Тебя. Слава Тебя, Отец и Святой Дух. Аминь. Слава Тебя, Отец и Святой Дух.